Результаты проверок и цифры статистики удручают. С каждым годом все больше ларков с алкоголем и сигаретами появляются возле учебных заведений. Это одна из причин роста подросткового алкоголизма. За три года выросло число ребят, отравившихся спиртным. Было 14 человек, стало 24. Большинство из них дети от 8 до 14 лет. На 1 января 2013 года на учетах в органах полиции состояло 1013 несовершеннолетних за появление либо распитие алкоголя в общественных местах. Цифры, доставленных в 2012 году в полицию детей, еще хуже. 2030 подростков. Из них 692, каждый третий, не достигший возраста 16 лет. Прокуроры утверждают, что в районных администрациях и даже в администрации Оренбурга не принимают всех мер, чтобы оградить детей от соблазна приобрести спиртное и табак. Последние возражают, все делаем, но такой уж у нас народ, пьют и все тут. Пьют все, но какие рычаги по данному вопросу органов муниципальной власти? Их нет. По сути дела мы что делаем? Делаем профилактику. У нас ездит машина, которая говорит в микрофон, что пить нельзя. У нас проводятся соответствующие рейды. Мы их проводим и сейчас мы их усилим. Но есть у нас полиция, которая должна с этим бороться. Да, мы с вами сумели навести порядок на улице Советской. Ну, давайте сейчас дождемся, что губернатор нам поднимет вопрос по зауральной рощи. И тогда вы все найдете и меры, и полицию найдете, и своего начальника Оренбурга. И всех найдете, вместе с ним будете эти рейды проводить. В завершении неприятной беседы о наболевшем прокурор потребовал от своих сотрудников активнее выявлять нарушения в сфере реализации алкоголя несовершеннолетним. А ответственным чиновникам и полицейским больше внимания уделять детям. И при малейшем подозрении принимать профилактические меры. Александра Петренко, Никита Плотников, Новости дня.